Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Далее коротко о главном. Кишиневские больницы переполнены. Врачи бьют тревогу и говорят, что если количество заболевших коронавирусом продолжит расти, в конечном итоге придется выбирать, кого спасать в первую очередь. Пациенты, которые проходят лечение от коронавируса на дому, сталкиваются с определенными трудностями. Об этом в эксклюзивном интервью нашей коллеги, ведущей новостей Олеси Кайряк. Граждане Молдовы с левого берега Днестра смогут принять участие в президентских выборах. Сколько избирательных участков будет открыто и почему власти некоторых населенных пунктов этому препятствуют, расскажем в выпуске. Из-за пожара, вспыхнувшего сегодня в столичном секторе Чикана, часть Кишинева была покрыта черным дымом. Что загорелось, об этом смотрите далее. Растет количество заболевших COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. Таковых на сегодняшний день уже 744 человека. 50 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В Минздраве рассказали, что за минувшие сутки зарегистрировано 322 новых заболевших коронавирусом. Было проведено более 1200 тестов. Среди тех, у кого положительный диагноз, 33 медработника. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигает почти 57 тысяч. Кроме того, за сутки еще 9 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Добавим, сегодня Минздрав объявил о получении 20 аппаратов ИВЛ, закупленных в рамках проекта Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19». Оборудование передадут в медучреждения, где есть реанимационные отделения. На прошлой неделе Молдова возглавила европейский рейтинг по количеству инфекций и летальных случаев от коронавируса. Таким образом, за 7 дней заболевших в нашей стране стало больше на 1425, а жертвами осложнений COVID-19 стали 80 человек. Пятую неделю подряд в республике наблюдается самый высокий уровень смертности в Европе. Такая информация была представлена Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Наша республика вновь лидирует в Европе. И это после того, как на прошлой неделе был побит рекорд, когда было зарегистрировано 5704 случая заражения. А с учетом численности населения 1625 заболеваний на миллион жителей. По сравнению с предыдущей неделей, количество людей с положительным результатом на COVID-19 увеличилось на 1425. За Молдовой в этом антирейтинге расположилась Чехия 1599 случаев, Испания 1382, Бельгия 1293 и Франция 1204 заболевших. Также наша страна пятую неделю подряд занимает первое место в Европе по количеству смертельных случаев от COVID-19. На прошлой неделе 79 граждан скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Таким образом, в Молдове в среднем зарегистрировано 22,5 смерти на миллион жителей. За нами в списке следует Босния и Герцеговина со средним показателем 19,1, Испания 18,2 и Северная Македония 14,5. На пятом месте находится соседняя Румыния со средним показателем 14,2 смертельных случаев на миллион жителей. Информацию предоставило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты на основе статистики за период с 28 сентября по 4 октября. Следует отметить, что отчетность в республике ведется с учетом численности официального населения в 3,5 миллиона жителей, в том числе из Приднестровского региона. По данным Национального бюро статистики, население страны на начало 2020 года составляло 2,6 миллиона жителей. В столичных школах и детских садах регистрируют все больше заболевших COVID-19. Как сообщила заместитель городоначальника Анжела Кутасевич, в настоящее время лабораторно подтверждено 143 офицированных ученика. Кроме того, коронавирус выявлен у 124 работников, 110 из которых это педагоги. В детских садах два ребенка заболели COVID-19 и 27 случаев среди персонала в столичных дошкольных учреждениях. Кутасевич уточнила, что никаких вспышек заболевания в школах и лицеях подтверждено не было. Согласно представленному на этой неделе отчету, на карантин помещены свыше 2700 учеников из 44 образовательных учреждений страны. Придет время, когда перед врачами встанет выбор, кого из пациентов, больных коронавирусом, надо спасать. По крайней мере, так считают некоторые сотрудники системы здравоохранения. Они жалуются, что истощены из-за большого количества инфицированных, а также из-за нехватки мест в больницах Молдовы. С другой стороны, представители Минздрава уверяют, что на этой неделе количество мест будет больше. Этим утром в муниципальной клинической больнице Святого Архангела Михаила были заняты все 250 коек для пациентов, инфицированных вирусом COVID-19. 130 из них госпитализированы в тяжелом состоянии и нуждаются в интенсивной терапии. Врачи говорят, что ситуация катастрофическая, и если число заболевших продолжит расти, им придется выбирать, кого из пациентов спасать. Это ужасно, это просто ужасно. Придет время, когда мы будем выбирать пациентов молодых, которым еще можем помочь, а не пожилых, как делали за границей. Врачи сдаются, очень тяжело, мы работаем из последних сил, мы уже на пределе. 8 месяцев так продолжается, и мы не понимаем, почему люди не понимают и не соблюдают меры защиты. Вероника Сугульски признает, вирус поражает людей всех возрастов, а в последнее время все больше пациентов, которые заражаются на рабочем месте. Зачастую они слишком поздно обращаются за помощью. Пациенты в крайне тяжелом состоянии, они не понимают, не верят в ковид, занимаются домашним лечением, которое только ухудшает ситуацию. И когда к нам поступают, у них двусторонняя пневмония с поражением легких более чем на 75%. Молодые мужчины в возрасте 33-45 лет очень тяжело переносят это заболевание. У них высокая температура, кислородный аппарат для дыхания 24 часа в сутки. У нас лежат и педагоги, и врачи, и медсестры, и продавцы, представители всех профессий. У ворот медицинского учреждения мы повстречали родственников пациентов, которые госпитализированы в ковид-отделении. Они надеются, что с их близкими все будет хорошо. Моя мама здесь, в больнице. Состояние тяжелое. Подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Последние две недели, с тех пор, как лежит в реанимации, не могу с ней общаться. Телефон отключен. И республиканская клиническая больница Тимофея Машняги в столице тоже перегружена. Тем не менее, заведующий отделением реанимации говорит, что количество койк может быть увеличено. В отделении интенсивной терапии и в ковид-отделении действительно много пациентов. Если у нас сейчас 120 койк, то пациентов 110-115. Это непрерывный процесс. Сейчас у нас 46-47 пациентов в отделении интенсивной терапии. И это на 50-52 койки. Но это не значит, что мы остановились на этом. Часть пациентов выписываем, другие госпитализируются. Многие в тяжелом состоянии. Врачи скорой помощи жалуются, что им часто приходится развозить пациентов по разным больницам, пока не найдут свободное место. И это происходит в условиях, когда из-за большого количества заболевших госпитализируются только люди в тяжелом состоянии. Вызовы могут быть целый день. На одну скорую 10-15 вызовов. Более того, мы госпитализируем только пациентов с тяжелой и средней тяжестью заболевания. Больше всего с тяжелыми формами. С легкими формами заболевания оставляем дома. Мы пытались выяснить, какова ситуация в сортировочном центре COVID-19 на Молдэкспо. Центр COVID-19 справляется. Это сортировка. Мы не госпитализируем больных. Мы их принимаем, тестируем и распределяем по больницам. Наверное, в системе не хватает мест, но этот вопрос к другим людям, а не ко мне лично. По этой же проблеме высказалась и бывший министр здравоохранения Алла Немеренко, которая написала в социальной сети, что в больницах Кишинева больше нет свободных мест для пациентов, инфицированных коронавирусом. Я представляю себе ситуацию врачей, которые должны принимать решение, кого в больницу, а кого домой. Я не имею в виду легкие случаи. Я имею в виду те, которые нужно лечить только в больнице, отметила Немеренко. С другой стороны, советник министра здравоохранения по связям с общественностью Кристина Стартулат утверждает, что количество больничных коек – это процесс гибкий и меняется в зависимости от госпитализации и выписок. Действительно, в муниципальных медицинских учреждениях больше пациентов, чем в районных, поэтому периодически не хватает мест. На этой неделе будут задействованы еще три стакоек, написала советник. Тем временем муниципальные структуры здравоохранения объявили, что в больницах занято 80% мест и должны быть определены новые для госпитализации пациентов. Ежедневные коронавирусные сводки словно с фронта поражают. Следующий сюжет о том, в какой ситуации оказывается человек, столкнувшийся с COVID-19 лицом к лицу. Наша коллега, ведущая новостей Олеся Кайряк, перенесла заболевание и поделилась без преувеличения горьким опытом выздоровления. О лечении и мерах, которые, по ее словам, не применяются для безопасности пациента и окружающих после того, как человек заболел, дали из первых уст. Насморки, славы, кашель, казалось бы, стандартные симптомы простуды делятся. Олеся, мысли о коронавирусе, пытаешься гнать от себя прочь. Но когда пропало обоняние, наша коллега забила тревогу. Она перестала различать запахи, будто этой способности никогда и не было. Решив тут же сообщить семейному врачу о плохом самочувствии, не смогла до него дозвониться. Это было как-то так странно и страшновато, честно говоря. Я поняла, что надо обязательно делать тест. Я попыталась записаться на следующий же день с большим трудом. Мне удалось записаться не на следующий день, а через день. Не дозвонившись до врача, Олеся Кайряк решила сдать тест за свой счет в частной клинике. Спустя сутки узнала результат положительный. И снова попытка обратиться к семейному доктору, который оказался в отпуске и перенаправил ее к другому специалисту, к курирующему пациентов с COVID-19. На этом этапе стало ясно, что забота о здоровье пациента в условиях пандемии далеко не главная. В первую очередь интересуют не твое состояние, а они больше интересуются какими-то бюрократическими вещами. То есть они сразу требовали сделать им и выслать по Вайберу фотографию паспорта с вкладышем, прислать им этот тест, фотографию. Узнав по телефону об отсутствии температуры и обоняния, не увидев пациента в живую, врач определил, что у нашей коллеги легкая форма коронавируса и что нет необходимости ее госпитализировать. На прием оказалось, надо приходить лишь тогда, когда семейный доктор вернется из отпуска. Как призналась Олеся, на самоизоляции врач не настаивал. И вообще никто не контролировал, как пациент соблюдает карантин, куда ходит и что делает. Не сделать рентген, не проверить уровень кислорода в крови и вообще каких-либо обследований никто не назначал. Вместо этого просьба, чтобы пациент иногда писал в Вайбер о своем самочувствии и температуре. Лечили коронавирус нашей коллеге обычным аспирином, витаминами и противовирусными препаратами. Лечение обошлось примерно в 2500 леев, а больничный лист открыли всего на 10 дней, обосновав это тем, что пациент не знает, от кого мог заразиться. Потому что явно я от кого-то заразилась, просто я, к сожалению, не знаю от кого. Но это не значит, что я должна лечиться меньше. Тем более, что у меня к 10 дню вообще никак не улучшилось состояние. Я опять-таки настояла, придя к семейному врачу, что, во-первых, мне какое-то привели серьезное исследование, как то рентгеновский снимок, и продлили, соответственно, больничный. И лишь по настоянию нашей коллеги ее отправили на обследование. Врачи ссылаются на утвержденный Минздравом протокол от 25 августа. Согласно этим правилам, люди, переболевшие COVID-19, вместо 14 дней на самоизоляции, должны провести всего 10. Повторное тестирование только госпитализированным взрослым с тяжелой формой болезни, а также детям до 7 лет и тем несовершеннолетним, кто лежит в больнице с подтвержденной пневмонией. Все по рекомендации ВОЗ. И возвращаясь к случаю с нашей коллегой, спустя 10 дней болезни самочувствие Олеси улучшилось несущественно. Моя просьба пройти тест за счет государства, о чем нам Минздрав утверждали, что мы можем и имеем право на это. Мне сказали, нет, повторный тест по нынешнему протоколу не предусмотрен. Он в государственной поликлинике не делается. Соответственно, понимая, что я еще не до конца хорошо себя чувствую, я вот на завтра записана на повторный тест. И это получаются еще очередные сотни леев из моего кармана. Врач решает, не пациент. Он все выясняет и выносит решение. Спустя 10 дней ты уже не заразен для окружающих. Можно выходить на работу и ходить куда захотите. Пообщавшись за период лечения с врачами, Алися Кайряк признается, что от безысходностей и сами работники системы здравоохранения лишь разводят руками, говоря, что в сложившейся ситуации делают все возможное. Далее новости из-за рубежа. Все больше людей из окружения президента США Дональда Трампа получают положительные результаты тестов на коронавирус. Некоторые эксперты полагают, что источником распространения инфекции могло стать пятничное мероприятие в Белом доме. Между тем, школы в Нью-Йорке закрываются из-за увеличения случаев заболеваний COVID-19. Не лучшая ситуация и в Европе. Новые карантинные ограничения вводят в Италии, Франции и Исландии. Тем временем власти Новой Зеландии заявляют, что победили вспышку коронавируса уже во второй раз. Сообщение о том, что Дональд Трамп и его жена Мелания заболели коронавирусом, шокировало многих. Они задаются вопросом, когда и где супруги могли подхватить COVID-19. Есть мнение, что это случилось в конце сентября на мероприятии в Белом доме, когда Трамп объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью Эми Конни Барретт, которая общалась с приглашенными. Мало кто из гостей тогда был в защитных масках и далеко не все соблюдали необходимые карантинные меры и обязательную социальную дистанцию. До сих пор известно о восьми заболевших участниках того мероприятия, в том числе о президенте и первой леди. В воскресенье Дональд Трамп ненадолго покинул больницу, где проходил лечение, чтобы поприветствовать сторонников, собравшихся перед медицинским учреждением. Тем временем власти Нью-Йорка объявили, что со среды 7 октября будут закрыты школы и непрофильные предприятия в Бруклине и Квинсе, в районах, где зарегистрирован массовый рост случаев коронавируса, сообщает Медиафакс. Серьезная ситуация и на европейском континенте. Власти Франции введут максимальный уровень санитарных мер для Парижа и прилегающих районов в связи с увеличением числа инфицированных ковид. Ограничения начнут применяться с 6 октября и будут действовать в течение двух недель. Во Франции только в минувшую субботу было зафиксировано самое большое количество случаев заражения вирусом с начала пандемии – почти 17 тысяч человек за сутки. Новые ограничения вводятся и в Италии. В субботу в столице и на все территории региона Лацио ношение маски в общественных местах является обязательным, а чрезвычайное положение может быть продлено до 31 января 2021 года. Исландия с 5 октября также ужесточила ограничительные меры. В общественных местах разрешено собираться максимум 20 людей, а бары, ночные клубы и тренажерные залы будут закрыты. Однако школы и детские сады работают в прежнем режиме. На другом краю света власти Новой Зеландии в понедельник объявили об отмене карантинных ограничений, заявив, что страна вновь победила вирус, сообщает агентство Франспресс. Первая волна коронавируса была полностью взята под контроль уже в конце мая, после строгой повсеместной изоляции. Затем на архипелаге прошло 102 дня без заражений COVID-19, но в августе в крупнейшем городе страны была новая вспышка. Тогда была объявлена о трехнедельной изоляции всех полутора миллионов жителей Окленда, вплоть до сентября, сообщает Аджерпресс. Поскольку за прошедшие 12 дней в мегаполисе не было подтверждено ни одного нового случая инфицирования, власти с уверенностью заявили, что ситуация находится под контролем. Председатель Европейской комиссии Урсула Фондер-Ляйен ушла на самоизоляцию. На прошлой неделе она контактировала с зараженным коронавирусом человеком. Политик должна была сдать повторный тест сегодня. Предыдущий, сделанный в четверг, был отрицательным. Также в понедельник утром и премьер-министр Румынии Людовик Орбан объявил, что уходит на самоизоляцию. Он отправился на срочное тестирование после того, как на днях на одном из телеканалов находился рядом с инфицированным. Результат на COVID-19 у главы румынского Кабмина оказался тоже отрицательным. Об этом объявило правительство соседней страны сегодня днем. В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Победителями стали трое ученых из США и Великобритании, которые занимались исследованием вируса гепатита С в 1980-е годы. Сделанное им открытие позволило создать высокочувствительные анализы крови, устранить риск заражения при переливании и разработать эффективные препараты для лечения. По данным ВОЗ, ежегодно гепатитом С заболевает примерно 70 миллионов человек, а тысячи умирают от вируса. Добавим, в этом году Нобелевскую премию присуждают в режиме онлайн из-за пандемии. Призовой фонд в каждой из номинаций превышает миллион долларов. 6 октября будут объявлены лауреаты по физике, 7 октября по химии, а 8 октября по литературе. Лауреата Нобелевской премии мира объявят 9 октября. Один человек погиб, еще восемь получили ранения после того, как в одном из гипермаркетов на севере Бразилии на них рухнули стеллажи с товарами. На место прибыли 270 спасателей, которые 11 часов искали под завалами пострадавших. Местная пресса пишет, что причина обрушения пока неизвестна. По одной из версий, один из стеллажей повредила машина-погрузчик, из-за чего конструкция могла пошатнуться и затем упасть. А следом за ней остальные загруженные товарами стеллажи высотой в несколько метров. Они повалились по принципу домино. Сообщается, что в результате инцидента от полученных травм скончался 21-летний сотрудник гипермаркета. Власти Кишинева подтверждают, граждане Молдовы из Приднестровского региона смогут участвовать в президентских выборах 1 ноября. Представители Бюро политик по реинтеграции заявляют, что в 22 населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности, а также в муниципиях Кишинев и Бельце, будет более 40 участков для голосования. Однако в условиях пандемии власти четырех сел отказываются открывать участки для избирателей с левого берега Днестра. Бюро политик по реинтеграции объявило, что в 22 населенных пунктах в зоне безопасности, а также в муниципиях Кишинев и Бельце, будут открыты 42 избирательных участка для жителей Приднестровского региона, у которых есть удостоверение личности Республики Молдова. Таким образом, примерно 248 тысяч избирателей из населенных пунктов на левом берегу Днестра, в муниципе Бендеры и в некоторых селах Каушанского района смогут воспользоваться своим правом голоса. Больше всего участков будет открыто в Резине, Санатеуке и Варнице, по четыре в каждом. В 11 населенных пунктах будут открыты по два избирательных участка, а в восьми других по одному. Однако в условиях пандемии коронавируса власти четырех сел выступают против открытия участков для избирателей с левого берега Днестра. Это коммунно Роскоесть, Штефанводского района, где запланировано открытие избирательного участка, село Хаджимус, Каушанского и село Гуробыкулы, Новоаненского района, где для жителей Приднестровья будет предоставлено по два избирательных участка. Также советники города Резина готовы открыть только один участок вместо четырех запланированных. Обо всех случаях ЦИК уведомил Министерство внутренних дел и предупредил местной власти об обязанности соблюдать закон. Члены комиссии утверждают, что если местные советы не изменят своего решения, они рискуют быть привлечены к уголовной ответственности за воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав или деятельности избирательных органов. Представители ЦИК также уточняют, что в соответствии с Уголовным кодексом лицам, принимающим подобные решения, грозит штраф от 27,5 до 37,5 тысяч леев или тюремное заключение на срок до трех лет. Отметим, что власти непризнанного Приднестровья объявили, что разрешат пересечение административной границы тем гражданам, которые хотят реализовать свое право голоса, без обязательной в таких случаях самоизоляции в течение 14 дней или проведения теста на COVID-19. Центральная избирательная комиссия сегодня вечером зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Молдовы. Лидера партии национального единства Октавиана ЦИКу и претендента от блока Унирия Дарина Киртуака. В Центр-Избиркоме после перепроверки признали действительными более 16 тысяч подписей, отданных за ЦИКу, и более 17 тысяч за Киртуака. Всего в выборах главы государства, назначенных на 1 ноября, примут участие 8 кандидатов. Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала Рината Усатова, Андрея Анастаси, Туда Родилиу, Игоря Дадона, Виолетту Иванов и Майю Санду. К другим темам. Инцидент на парковке в столичном микрорайоне Чеканы. В понедельник днем вспыхнул припаркованный здесь автобус. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что транспортное средство находилось на парковке уже долгое время. Два спецрасчета в течение получаса тушили огонь, который перекинулся на три соседних киоска. Обстоятельства и причины пожара предстоит установить. В социальных сетях появились несколько фотографий, на которых виден окутавший Чеканы густой дым. Очевидцы написали, что загорелись и несколько автомобильных шин. В результате инцидента никто не пострадал. Минобразование подвело итоги республиканского конкурса на звание «Учителя года». Конкурс проходил в трех номинациях – «Воспитатель года», «Учитель года» и «Преподаватель года». Победителям достались денежные призы и почетные дипломы. В рамках мероприятия глава ведомства Игорь Шаров поздравил всех педагогов страны с их профессиональным праздником. Министр образования, культуры и исследований поздравил учителей с их профессиональным праздником. Игорь Шаров поблагодарил их за то, что в это непростое время они продолжают быть рядом с подрастающим поколением. Нет на свете ничего более ответственного, чем обучать людей. Учителя, как и врачи, герои этого времени. Желаю вам всегда оставаться героями, борцами и образцами для поколения, которое вы воспитываете. То, кого мы обучаем сегодня, это наше будущее. Мы желаем вам крепкого здоровья, терпения и сил в продолжении той деятельности, которой вы отдаетесь такой самоотдаче и призванием, ведь вы посвящаете большую часть своей жизни воспитанию детей. В рамках мероприятия подвели итоги республиканского конкурса на звание «Учитель года». Номинаций было три. «Воспитатель года», «Учитель года» и «Преподаватель года». В каждой категории по три призовых места. Победители – три воспитателя из Унген, Кишинева и Бельц. Три учителя из Гладян, Бельц и Кишинева. А также три педагога из Кондрицы, Бельц и Столицы, соответственно. Занявшие первые места получили денежные премии в размере 50 тысяч леев. Вторые места по 25 тысяч, третий по 15 тысяч леев. Всех номинантов наградили почетными грамотами. Также каждому из них присудили дидактическую степень более высокого уровня. Титрол «Инвъцъторъл анулуи». В кадрул «Инвъцъторъл анулуи». В кадрул «Подагогъл анулуи», «Идиțия 2020», се acordă доамнеi Ciubotaru Natalia. В кадрул «Инвъцъторъл лисеулы теoretик», «Николае Iорга», «Дин municipиul Чишинэу», «Град didactic 2». Субтитры создавал DimaTorzok Как признаются его жители, находился во тьме почти 40 лет. Здесь проложили новую электросеть и установили 130 светодиодных ламп. И на этом, утверждают местные власти, модернизация села не закончится. При поддержке команды Илона Шора будет реализовано множество инфраструктурных проектов. Субтитры создавал DimaTorzok Жители села Пуцинтей Аргеевского района очень рады тому, что, наконец, после долгих лет ожиданий на улицах их родного населенного пункта зажглись огни. В нашем селе Пуцинтей с главной дороги не было видно ни одной лампочки. Посмотрите, как сейчас. Мы ждали этого долгие годы. С 80-го года в селе не было света. Я думаю, что это очень хорошо. Наконец-то уличное освещение появилось на улицах моего родного села. Примар населенного пункта отметила, что проект был долгожданный, и его реализация была необходима. Вложены средства в новую электросеть. Люди более 40 лет жили практически без уличного освещения. На очереди проект по дорогам и проект по расширению сетей водоснабжения. Присутствовал на церемонии запуска системы уличного освещения и председатель Аргеевского района Дину Цуркану. Он сообщил, что в ближайшее время подобный проект будет реализован в других населенных пунктах. Этот замечательный проект близится к завершению. До конца года мы запустим уличное освещение еще в 25 населенных пунктах Аргеевского района. Команда Илона Шора объявила, что в этом году свет зажжется на улицах более 100 населенных пунктов страны, включая все населенные пункты Аргеевского района, вне зависимости от политической принадлежности примаров. В столице стартовал отопительный сезон. В термоэлектрика заявляют, что еще с прошлой недели начали поставку теплопотребителям, подключенным к системе центрального отопления. Таким образом, управляющие жилфондом многоквартирных домов и администрация учебных и медицинских учреждений уже могут подавать заявки на подключение к отоплению. По словам генерального директора компании Вячеслава Йени, на данный момент подписано 1037 паспортов подготовки систем отопления из общих 4055. Эти объекты получат тепло в течение трех часов после обращения. Добавим, в прошлом году отопительный сезон в столице начался 21 октября. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Варсан. Далее прогноз погоды на вторник. Оставайтесь на нашем телеканале. Хорошего вечера и добрых новостей. В Сороках 21 градус тепла. Во Флорештах плюс 20. В Леушинах 25 с положительным знаком. Осадки пройдут во всех трех населенных пунктах. В Аргееве 24 выше нуля. В Унгенах 21. И там, и там пройдут грозовые дожди. В Дубосарах будет плюс 25 осадки. В Террасполе 24 градуса тепла. В Камрате плюс 25. В Кагуле будет 26 выше нуля. Переходим к погоде за рубежом. В Бахаресте 26 градусов тепла. Пройдет гроза. В Киеве и Москве будет плюс 19. В столице Украины ожидаются осадки. В Лондоне 15 градусов тепла. Гроза. В Мадриде 23 выше нуля. В Париже плюс 16. Пройдет дождь. В Риме плюс 21. В Берлине 17 выше нуля и дожди. В Афинах 32 с положительным знаком. В Берлине 17 выше нуля и дожди.